Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сейчас я выставила свои томаты, решила сделать вторую пересадку, пересадку, пикировку, неважно. И хочу поговорить на самую злободневную тему, потому что не прекращаются вот такие вот вопросы. Подскажите, почему закручиваются у томатов листья вниз? Почему желтеют листья? Очень-очень много вопросов про пожелтение листьев. Кроме этого, на эту же тему идут вопросы и в обсуждениях много подобного. Почему засыхают, отваливаются листья? Короче, вот смотрите, желтеют, скручиваются, засыхают и отваливаются. И отвечаю всем сразу, что печатать ответы я не могу, я уже про это писала, что я сейчас сниму один вот этот ролик, очень подробный. Мы на эту тему уже разговаривали, но там я сказала, что причин может быть много, что ответить я не могу. Сейчас я буду разбирать каждую причину и, может быть, одна из них будет вашей. Вот несмотря на то, что томаты у нас считаются не такими капризными, как, например, баклажаны, но все равно каждый из нас сталкивается с проблемой, особенно пожелтения листьев. Очень волнует всех, вот желтеют семидоли, желтеют нижние листья. У одних рассада останавливается в росте, у других желтеет. У трех этих начинаются скручиваться листья. И все пишут, что с моей рассадой. Но я уже говорила, что заочно вам никто точную причину не определит, ведь их много. Я сейчас назову семь основных причин, про которые вы должны подумать. Может быть, одна из этих причин у вас, но, к сожалению, я показать, например, я не могу, вот где желтеют или где скручиваются. Я вот вынесла, у меня и маленькие посевы, и вот которые более взрослые, они не желтеют, не скручиваются. Но у меня преимущество перед большинством других огородников, что у меня они сейчас на солнце. Вот видите, они у меня же как квашня расползлись все. Вот они прям на глазах как поднимаются, как на дрожжах точно. И поэтому я показать вам не могу, но я расскажу на словах, потому что у меня тоже иногда бывало. Начинаем. Вот семь основных причин, которые я выделяю. Это первое, вредители. Второе, некачественный грунт. Третье, нарушение режима полива. Четвертое, заболевание, особенно корневой системы. Пятое, освещение. Шестое, подкормки. И только в конце уже азотное голодание, то есть недостаток азота. Начнем все по порядку. И может быть, вот сейчас я все назову, может быть, что у вас присутствует даже несколько факторов. Когда совмещено один, два или три фактора вместе, то листья не только желтеют, а действительно они и отваливаются, и пагубно влияют на рост вашей рассады. Не буду много говорить лишнего, начну. Вот первым назову вредителей. Я вот только что говорила, там где с лупой, но я про перец говорила. Вот на томатах тоже можно найти вредителей. Но сейчас я буду говорить обо всей рассаде. Давайте договоримся, что я сейчас имею ввиду и баклажаны, и перец, и томаты. Потому что у перцев тоже все и отваливается, и желтеет. Вот первым назову вредителей, потому что очень часто при появлении сосущих паразитов вот эти нежние листья нашей молодой рассады постепенно, они начинают желтеть, они вот сворачиваются, деформируются, скручиваются, и впоследствии могут совсем опасть. И вот при первых симптомах обязательно осмотрите больные листья лучше с лупой. Это я уже говорила, но повторю еще раз. Чтобы в первую очередь исключить присутствие насекомых, искать причину дальше. Потому что некоторые начинают подкармливать, начинают еще что-то делать, а насекомые все сосут и сосут, и ситуация и ухудшается. Некоторые говорят, что у них в грунте то какие-то мошки, то еще что. Короче, в первую очередь, если у вас насекомые, обработать можно биопрепаратом, если сейчас в комнатных условиях, например, фитовермом. Все это мы уже говорили, мы это проходим. И второй, и наиболее частой причиной является грунт. Сейчас с покупным грунтом беда. Иногда мы выращиваем рассаду в почвогрунте с повышенной кислотностью. То есть покупают люди без разбора, без подбора грунта именно для этой культуры. И не подходит помидорам, например, грунт с повышенной кислотностью. Но мы сеем, выращиваем, даже если вы купили землю в магазине. И казалось бы, она должна соответствовать, вы купили для томатов. Это еще не гарантия качества. И как вот по многим комментариям я вижу, что иногда и не соответствует даже то, что должно соответствовать. И все жалуются. Но мне про грунт тоже сложно говорить. Я никогда в жизни не покупаю. Я готовлю свой, поэтому в качестве своего грунта я уверена. И у меня это не может быть причиной. Но если вы берете грунт, ну как сказать, не сами заготавливаете, то вполне вероятно может крыться вот этот недостаток в грунте. Многие жалуются сейчас на грунт. Третьей причиной может быть полив. Это уже зависит от нас. Если грунт мы, например, купили, какой мы не знаем, какая там кислотность и что там намешано, то поливаем мы сами. И очень часто мы сами нарушаем режим полива. Сами делаем плохо для наших растений. Тут что самое интересное, что одинаково пагубно для нашей молодой рассады и перелив, и пересыхание почвы. То есть и переувлажнение они не любят, и засыхать они любят. И вот это пожелтение листиков происходит, некоторые даже не подозревают, происходит именно при переувлажнении. Корневая система начинает испытывать недостаток воздуха. Как я уже говорила, что когда грунт вот такой переувлажненный, корни не дышат. Из-за мокрого грунта корневая система испытывает недостаток воздуха. И они начинают желтеть листики. Но и так же, точно так же они желтеют при пересыхании грунта. Если не хватает им воды, они тоже пожелтеют. Вы видите, в чем парадокс? И мокро они желтеют, и сухо они желтеют. И тут вот эта вот тонкая грань, которую нужно соблюдать. Ну, конечно, это все приходит с опытом. Сказать я могу в сто раз, вы можете в сто раз услышать. Но пока вы сами не научитесь, вы не будете чувствовать, какой именно полив нужен в ваших именно комнатных условиях. Потому что у всех ведь разные. У кого-то жарче в комнате, у кого-то холоднее. А четвертая причина у нас вытекает из трех первых. Если растения ослаблены вредителем, растут в переувлажненном и неподходящем для них грунте с другой кислотности, они легко поражаются грибковыми заболеваниями. И вот эти заболевания различной корневой системы, листья начинают желтеть и скручиваются, и все. Вы видите, что здесь все друг за друга зацеплено, связано, все тут очень тесно, все это замешано. Но пятой причиной могу назвать освещение. Всем известно, что при недостаточном освещении рассада вытягивается, и листики начинают желтеть. Когда света не хватает, они бледнеют. И без полноценного освещения даже подкормки почти не усваиваются. Потому что вот этот фотосинтез, он работает слабо, все процессы роста замедляются. Поэтому я вам не раз говорила, что я когда выставляю на солнце, они сразу делаются такими темно-зелеными. Фотосинтез у них там ускоренный, все так быстро-быстро, ну как, ну они живут полной жизнью. Шестая причина, это наши вот пресловутые подкормки. Все говорят, ой, чем подкормить, с самого рождения пытаются что-то туда подлить. Вы забываете, есть такое выражение, засоленность земли. Если в раннем возрасте, когда корневая система сеянцев еще слабо развита, начинают подкармливать рассаду, то растения не успевают съесть всю эту подкормку. И вот это все остается, в земле повышается концентрация солей, что неизбежно приводит к пожелтению, даже опаданию листьев. То есть люди хотят хорошо сделать, подкормить, а получается хуже. Все это остается в земле, иногда вы видите, как беловатый налет такой даже на земле появляется. Ну и седьмой, самый такой, не то что распространенный, а на что люди думают всегда. Да, они думают, что если листья желтеют, значит это азотное голодание, недостаток азота. Да, бывает и так, что растениям не хватает азота. Но эту причину я называю самой последней, потому что чаще всего бывают первые шесть. И очень редко недостаток азота. Конечно, можно подкормить азотосодержащие подкормочки сделать, но эту причину рассматривайте в последнюю очередь. Почему? Потому что подкармливая азотом растения, вы можете вызвать у них жирование. Опять же, получите обратный эффект, хотели полечить, а выйдет еще хуже. Они потом будут жировать, вы потом их не остановите. Вот у меня тоже бывает, что листики баклажан скручивались один раз. Иногда томатики, вот как бы, начинают кончики вот туда вот так делаться. Но это часто бывает, я всем объясняю, из-за сухого воздуха в наших домах. Ведь растениям, вот в нашей, вот этой рассаде в том числе, нужна более высокая влажность воздуха. Иногда виноват сухой воздух от горячей батареи. Нежные вот молодые листики, особенно в самом раннем возрасте, томатов, баклажанов, они просто не выдерживают таких неподходящих для себя условий. И вот они или скручиваются, или начинают желтеть. Вот как вы видите, однозначного ответа на этот вопрос не может быть. И возможно, у каждого своя причина. У кого-то желтеет из-за того, что он переливает. У кого-то желтеет, потому что кислотность почвы не такая. И, ну, причин может быть много. У кого-то действительно может быть азота в грунте не хватает. Вот надеюсь, из моего ответа вы поняли, что вам заочно никто не назовет точные причины. Вот когда спрашивают, ой, помогите, скажите, ну, спрашивают не только у меня, а у других зрителей, помощь у сообщества. Просят, помогите, что вот у меня листья желтеют. Ну, как может вам посторонний человек сказать, что у вас? Может быть, у вас действительно переувлажнение. Ну, вот когда я знаю, что у меня грунт хороший, качественный, потом на солнце они стоят. Сейчас вот, а, я хотела сказать, что вот у меня бывает, как дома пока держу, листики скручиваются. Начинаешь уже на улице, ну, как в уличные условия, или потом, когда высаживаешь в грунт, все это исправляется. Поэтому я не расстраиваюсь. Если нет насекомых, и я знаю, что у меня грунт хороший, после высадки в грунт все это исправится, все это расправится. Ну, конечно, если там сосущие, грызущие насекомые, нужно истреблять, обрабатывать, ничего этого не справится. Я желаю всем хорошей, здоровой, красивой рассады. Надеюсь, мой ответ кому-нибудь пригодится. И самое главное, что вы должны понять, что у пожелтения листьев может быть много причин. И у каждого огородника она может быть индивидуальная, своя, разная. Но если листики не желтеют, а просто вот бывает, как скручиваются, сворачиваются, я не расстраиваюсь. Скорее всего, это от сухого, от горячего воздуха, потом это все выправляется. Если какие-то незначительные изменения, не расстраивайтесь. Все-таки наше жилище, это не подходящие условия для этих растений. Как только начинаем выносить на улицу, они сразу делаются такими веселыми, здоровыми. Все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok